Привет всем, кто заглянул на мой канал! Я вам очень рада! 22 мая я пытаюсь запечатлеть потрясающее цветение яблонь и всего, что цветет, в том числе и одуванчиков, поскольку сейчас вся эта красота будет нещадно скошена. Все это произошло буквально за неделю, даже меньше. Мы уезжали с прошлого выходного, ничего не было. Но вот, пожалуйста, результат. Честно говоря, очень люблю эти пейзажи, такие живописные, с одуванчиками. Но, конечно, все это идет уже под газонокосилку. Муж уже очень активно работает. Кстати, хочу поздравить всех розоводов с прошедшим вчера праздником, Международным Днем Розы. Вот, это наш праздник. Ну, в общем, розы нас радуют, поэтому мы за ними очень тщательно ухаживаем и скашиваем всю красоту, которая мешает им царствовать в наших садах. Ну, вообще, конечно, одуванчики потрясающие. Обожаю эту картинку, просто обожаю. Муж приближается, а у меня прям дух захватывает. Вот у соседки потрясающе цветет яблоня, и наша яблоня старая, которым уже под 100 лет буквально. И это действительно так. Здесь у меня, конечно, сейчас некрасивый пейзаж. Я закрывала картоном как раз от травы, уезжая в прошлый выходной. Знала, что будет буквально засилие одуванчиков. Вот, так что сейчас будем наводить порядок. Вот, подъехал мой муж. Вот, так что сейчас будем приводить все в порядок. А дальше расскажу вам немножечко по розам. Ну, вообще, общее впечатление от роз у меня очень даже приятное. Хочу сказать, что я смотрела буквально, опять же, в прошлый выходной видео, вот, например, Галю Ганзен. Она говорила, что на розах есть бутончики. Я как-то так порадовалась, думаю, ну, как же здорово. Но я даже не верила в то, что на моих розах за эту неделю что-то вообще появится. И каково было мое удивление, что на моих розах также буквально за неделю вот принцесса Анна на бутончиках. Личфилд Энджел, бутончики. Ну, где-то меньше, где-то больше. Это Янг Люсидес, бутончики. Аунвик, Найл Ди Брайт Уайт тоже. Вы знаете, ну, каждая роза, в зависимости от ее размеров и, наверное, силы, в общем-то, все они у меня на бутонах. А вот это Вильям Шекспира, вообще очень крупный. Вот есть бутончик. Сейчас я поближе. Вот, ну, прям вот крупненький бутончик, я считаю. Конечно, такого не было у меня никогда. Ну, хотя бы потому, что это у меня жена поэта. Хотя бы потому, что я их коротко обрезала и не укрывала. Но дело даже не в этом. Дело в том, что действительно, по-моему, это очень ранний такой период бутонизации. Вот как-то действительно это очень необычно. Это чайно-гибридная роза Эминенс, саженец от Топаловичей. Ну, в общем, можно, конечно, показывать практически каждую розу. И на каждой розе бутончики есть. Вот, что еще. Очень, кстати, неплохо выглядит Антик-89. Но на ней бутонов как таковых нет. Но посмотрите, какое количество молодых красных побегов. И также Пьер-де-Рансар. Но Пьер-де-Рансар, вот знаете, если кто-то меня смотрел, у меня была одна ветка, а вот это, вернее, ствол, он был с таким перегибом, где-то внизу. Я его немножечко выпрямила, как бы подтянула, сравняла, как бы. Но все-таки, вот, видимо, в месте этого перегиба и дальше по стволу я смотрю, что очень плохо развиваются вот эти вот побежки. Они развиваются, но они мелче, они практически начинают притормаживаться в развитии. Середина вообще какая-то. Я думаю, что мне его на месте вот этого перегиба, я сейчас просто не хочу очень активно листики трогать. Я думаю, что придется все-таки срезать вот эту толстую ветку. Она у меня была надломлена, надломлена как бы. Но я подумала, что если я ее немножечко поправлю, вдруг произойдет чудо, и сокодвижение будет нормальное. А нет, а нет. Вот, а на этой вот веточке она тоньше, куда я показываю. Ну вот на ней уже длинные побежки и тоже уже с бутончиками. В общем, все розы, которые у меня уже были, росли, в принципе, очень неплохо себя чувствуют и выглядят. А по поводу молодых саженцев? По поводу молодых саженцев опять впечатление, ну, такое вот уже для меня как бы стандартное. Оригиналы развиваются неплохо. И то не очень активно, ну, в плане того, что были же сначала дожди, 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 все стояло в воде. Потом два или три дня сильной жары, 30 за 30, все, видимо, иссушилось. И поскольку у меня почвы суглинки, но местами такие даже вот глинистые, тяжеловатые, ну, в общем, розам пришлось не очень как бы хорошо, не очень весело. И, в общем-то, они притормозили в развитии и где-то даже немножечко, ну, не очень, я бы сказала, впечатление. Вот, но оригиналы чуть-чуть лучше. А вот, конечно, те малыши, которые я покупала, вот у Меховских, в Арзамане, ну, вот все очень скромно, все очень скромно, поэтому вот это вообще кока-лока. Ну, там вот, если кто-то помнит, то саженцы были хлипкие, побегов было, ну, там, я не знаю, два-один, я еще что-то убирала, поскольку, в общем-то, не хотела мелочи никакой. Вот на этом одном побеге остался стволике, один маленький побег, и вот она, бедняга, торчит. И что ей дальше делать? Ну, может быть, она, конечно, и выживет, может быть, она и будет развиваться, но в этом году я чувствую, что я не увижу ничего. Вот это саженец, не помню какого сорта, от Меховских точно, два тонких стволика, два вот таких побега, вытянувшихся, ну, как бы есть вероятность, что они будут развиваться. Здесь две маленькие почки, которые сначала пошли хорошо в развитие, но, видимо, вот была жара, подсушила вот эти кончики почек, но пока, я говорю, я их оставила. Все-таки я попробую обработать эко-гелем и посмотрю дальше, что будет. В общем, в общем, развитие в этом году будет крайне-крайне скромное. Это моя единственная из заморозков Леонардо да Винчи, которая подавала признаки жизни. Я ее посадила, там были как бы две почки где-то зелененькие, но, видимо, на нее это вообще все подействовало очень-очень так. И больше всего, я думаю, что это не влага излишняя, а вот именно два дня пекла. Но меня нет. Ну и вот что? Что я могу сделать? Ничего. То есть отдаю на, как говорится, растерзание погоде и природе все свои розы. Держать их под укрытиями было уже совершенно, ну, просто ни к чему. А вот, поэтому, ну, вот это тоже какой-то тонкий саженец. Не помню, у меня бирочки немножко пока закопаны. Один стволик, один тонкий побежек. Ну, конечно, что-то будет, но сколько мне ждать? В общем, не знаю, ребята, не знаю. Вот это вообще, вот это вообще печалька. Это Диаблис Дюмер. Так мне хотелось ее. Она тоже была скромнейшая. Ну, вот получается, что два побега. Этот подсыхает, я вижу. И вот эти молодые побеги, просто их спекло. Спекло. Вот что? Ну, в общем, ничего. Ничего хорошего. Это недорогие саженцы от частных питомников. Я могу сказать так, что они имеют место быть. В принципе, у меня каждый саженец хоть как-то развивается, но, видимо, для моих условий, когда я не могу уделить им внимание в среде недели, в каких-то экстремальных ситуациях, на моих тяжелых почвах, мне очень сложно будет вырастить достойный куст розы в течение не очень долгого периода времени. Ну, то есть в течение короткого периода мне не удастся вырастить. Поэтому, скорее всего, конечно, мой будет выбор все же за оригиналами. Лучше, меньше, да лучше. Этот саженец, это от Бутримовых, Тизин Джорджия. Ну, вот у них саженцы были такие хорошенькие. Тизин Джорджия прям так впечатляет. Вот, очень-очень неплохая. Это саженец от Меховских-Звягинцевых Кристофер Мерлоу. Ну, посмотрите, посмотрите, какая тонюська. Здесь сколько? Два, по-моему, стволика. Или три стволика. Они все вот такие тонкие. Это вы знаете, но я даже не знаю, что это такое. Ни один карандаш с этим не сравнится. Но, конечно, здесь наросли три побега. Вроде бы они будут развиваться. Ой, ну, смотрите на это. В моих вот условиях мне просто страшно. Просто страшно. Ну, ладно, поживем, увидим. Вот. Здесь у меня на бутонах стоит моя мускусная роза Violet Hood. Тоже. Ой, печалька этого года. Видимо, поморозилась у меня. Ну, вся высохла точно. Дейция. В прошлом году я показывала ее цветение. Не могла даже добраться до мускуса. Он у меня как-то затенялся. Это была просто белоснежная красавица. Вся в звездочках. Вот. Я думала, ну, может быть, проснется попозже. Но, видимо, нет. Потому что вот нижние веточки с листочками и бутончиками. Это совсем чуть-чуть сам внизу. И вся она сухая стоит. Десять лет это точно ей. Развивалась она медленно, но верно. Прошлый год просто потряс цветением. Вот что я получила в этом сезоне. Очень грустно, конечно. Сирени, кстати, тоже цветут очень скромно. Это моя Lila Wonder. Сиреневая с белой серединкой. Сейчас вот эта она сиреневая. Она почти отцветает. А вот, когда она начинает зацветать, смотрите, какие красивые. Lila Wonder. Хорошенький кустик. Развивается она медленно. Такая аккуратненькая. Особенно я ее даже не стригу, не формирую. Очень хороший, аккуратный кустик. Сколько ему лет? Фу-фу-фу. Лет, наверное, пять или шесть. Но повторялось в том году. Рассказывал, что напрасно посадил ее на солнце. Очень быстро она превращается вот в такую светлую. Если бы стояла в полутени, то вот этот контрастный рисунок был бы виден лучше. Очень интересный сорт. Вот хочу показать вам препарат, которым я буду обрабатывать по листу. Молодые саженцы. Это Экогель. В прошлом сезоне я впервые пользовалась этим препаратом. У меня на самом деле на канале есть видео по поводу того, что у меня было хорошее впечатление от этого препарата. Поскольку после прошлой зимы розы выглядели не очень, то я искала какие-то пути улучшить их, скажем так, внешний вид и жизнеспособность. И решила попробовать вот этот Экогель. Покупала я его в Леруа за очень небольшие деньги. Здесь 50 миллилитров. Ну, порядка это было 50-60 рублей. Вот эта вся баночка разводится на 5 литров воды. Но самая главная натуральность вот этого препарата. Он состоит из, вернее, на основе лактата хитозана. Это натуральное вещество, экологически безопасное. Вот поэтому никакой химии. И опрыскав по листу буквально единожды, через неделю я приехала, посмотрела на свои розы. Они выглядели очень хорошо. Но вот мне показалось, что препарат вполне хорошо работает. Поэтому я бы рекомендовала. И вот второй сезон, сейчас второй раз, я буду это проверять на малышах. Посмотрим, какая реакция будет через неделю. Вот. Но получается, что здесь 5 литров, вот одна бутылочка, расход. Но на мои молодые саженцы, порядка 30 с лишним штук, этого вполне хватит. И по деньгам получается экономично. Хочу напомнить, что я кормлю свои розы минеральным удобрением, немецким, комплексным, один раз за сезон. В начале сезона я вношу 25 миллиграмм вот этого удобрения комплексного, которое содержит магний вокруг каждого кустика розы. Ну вот через какое-то время, когда уже роза начинает вегетировать, немножечко я проливаю янтарином. И на этом практически успокаиваюсь. Вот. Остальное это натуральные подкормки. И в редких случаях, чтобы в принципе в прошлом году, один раз я покормила по листу. Вот именно этим эко-гелем. Ну, поскольку были сложные времена, и я как-то побоялась, что будет с моими розами. Но это тоже натуральный препарат. Вот был разговор по поводу базальных побегов. Да, янтарин, я считаю, он совсем не лишний, поскольку препарат натуральный и достаточно эффективный. Но год на год не приходится. Вот я уже просто поняла. Когда-то он спас 35 кустов роз моих, которые были срезаны буквально под землю. И они все дали базальные побеги. И все росли и цвели в том году. Потом я им пользовалась на всякий случай. И розы в зависимости от сорта охотнее или не очень охотно дают базальные побеги. Но, как правило, дают большая часть роз. А в этом году я пролила один раз. Прошло уже, наверное, порядка трех недель точно прошло. Я хочу сказать, что немногие розы дали базальные побеги. Но, тем не менее, я вам сейчас покажу, на каких розах есть эффект. Вот эта роза леди офшалот. Ну, сказать прямо, она практически каждый год дает базальные побеги. Вот видите, тут маленький красный побежек. С противоположной стороны кустика там тоже есть маленький побег, который идет из земли. Она очень благодарна на всякие такие стимуляции. И поэтому она реагирует на это ежегодно. И, может быть, еще и поэтому кустик такой пышный всегда. То есть я его еще даже вырезала. Кто меня смотрел, вот в недавнее видео, был здесь один треснувший побег. И я его срезала. Вот. И вот теперь на этом месте еще два малыша растут. Так. Вот. Поэтому она очень благодарна на подкормки. Что очень-очень удивило, вы знаете, неохотно дает у меня, во всяком случае, базальные побеги. Роза. Господи, сейчас подождите. Сейчас. Всеми любимая джубили селебрейшн. Вот. У меня она не очень охотно дает базальные побеги. Но вот видите, вот она его выдала. Вот она его выдала, чему я очень-очень рада. Снимаю, сама ничего не вижу, если честно. Вот. Про крокус даже говорить тоже не приходится. Она, в принципе, всегда выдает маленькие побежки базальные от стволиков старых. Она очень обычно густая такая. То есть ее тоже прореживать нужно. И по нескольку базальных побегов она дает. Сейчас с другой стороны кустика вам покажу. А вот здесь тоже. Ну, вот. Вот. И это еще не предел. То есть она еще их будет выдавать. Вот здесь побежек уже так вырос. Очень прилично. Сантиметров, наверное, 12-13. Это роза Алновик. Посмотрите, какой базальный побег. Вот видите. Он, наверное, уже сантиметров 35. Быстро выстрелила. И с противоположной стороны вот этой же части куста там тоже есть один, вот я его вижу, прям молочный такой. Тоже высокий, даже выше, чем этот. Активная роза. Это жена Поэта. Вот тоже базальный побег. И вот с той стороны базальный побег толстый, молодой, сочный. Он вообще, наверное, сантиметров 50. И он уже с бутоном. А вот этот, который меньше, тоньше, идет куда-то внутрь куста. Но я его не трогаю. Пускай будет. Жалко. Очень жалко. Пускай будет. Она в прошлом году у меня была скромненькая. Поэтому обычно она пышная, хорошая такая. Вот, поэтому оставляю. Пока все оставляю. Роза Баскобель. Ну вот, смотрите, идет побег. Не совсем из земли. Вот от нижней части стволика. Ниже, чем все побеги, которые наросли после зимы. Вот он, сантиметров 15, наверное. Свеженький, сочненький. И с противоположной стороны куста тоже есть такой же. В общем, розы. Это я еще раз показываю Леди Шалот. Но здесь всегда. Вот, вот, слава богу. Далее, что сейчас. Еще и порадовала, и опечалила немножечко роза из коробки прошлого года посадки Мидсаммер. Значит, смотрите, вот здесь, я так надеюсь, все-таки красный. Но он, не знаю, немножечко похож на базальный, но и не похож. Нет, наверное, все-таки не он. Вот два базальничка, вернее, один базальничек она дала. А вот это, наверное, опять дичок. Потому что в этом году у нее уже был один дичок вот с этой стороны. Наверное, все-таки вот этот. Ну, посмотрю, он будет вытягиваться, будет виднее. Посмотрю, может быть. Ну, думаю, что тоже дичок. Роза из коробки, которая в прошлом сезоне за лето, первый год после посадки, дала мне 10 дичков. Первые 5 или 6, по-моему, я показывала. Потом уже перестала их считать. Бесполезно было. Ну, в общем, дичок на дичке. Контролировать, контролировать, еще раз контролировать. Ужас. В завершении своего видео хочу показать вам свою потрясающую сирень. Очень красивую. Сиренево-розового оттенка. Название, господи, сейчас забыла. Напишу. На фоне яркого синего неба. Очень красивая. Думала, что она гиацинтовая несколько лет подряд, но она оказалась обычная сирень. В этом году цветет скромненько, но все равно очень красивая. Ароматная, душистая, потрясающая. И вот эта желтоцветковая, условно, сирень. Сорт Primrose, который рекламируется как желтая сирень. Опять же, ролик в прошлом году уже снимала, уже ее показывала. Желтизны здесь очень мало. Легкий-легкий оттенок. И то при определенном освещении и ракурсе. Мелкоцветковая. Кисти небольшие. Очень сильно лохматится. Немножечко такая нелепая. Дает очень много корневой поросли. Выстригая, не выстригая. В общем-то, она такая немножечко нелепая. Мне даже кто-то писал, что выкиньте ее и посадите что-то достойное. Вы знаете, а мне она нравится. Вот все равно она нежная. Такая лимонно-желтая слегка. С какой-то зеленцой. Интересная. Интересная сирень. Пускай будет.